Всем привет! Спасибо, что вы со мной. Я хотела сегодня поделиться такими своими покупочками, скажем так, не то, что не обдуманными, конечно, обдуманные, но такими, хвастаюсь как, в общем. Я давно смотрела на эту пудру от Шанель и все, думала, нужна она мне или не нужна, нужна она мне или не нужна, и не знаю, что-то у меня сегодня жареный петух клюнул, и я подумала, что, наверное, если я сейчас не поеду, не куплю, то я ее не куплю вообще, вообще не куплю, то есть не достанется она мне. И я поехала в магазин, и на мое счастье была последняя пудра от лимитированной летней коллекции Levesh. У меня в оттенке 01. Вот такая красивая пудра, такой красивый матрасик. И у меня уже такая пудра есть, только обычной коллекции в 20-м оттенке. Вот. Она мне очень нравится, все лето я ей пользовалась. Очень хорошая пудра. Красивая, подсветку такую дает красивую лицу. Действительно, такое здоровое сияние. Я даже не знаю, как это описать. Действительно, такой свежий, отдохнувший вид. И очень такой ухоженной кожи. Единственное, она, конечно, не покрывает, не скрывает каких-то недостатков. Но как завершающий этап макияжа, она очень хорошо ложится и держит макияж. Да, поправлять приходится, наверное, где-то часа через 2-3. И необходимо снять жирный блеск с лица, если таковой есть, и нанести снова. Но, в принципе, это нормально для всех пудр. Мне пока не встречалось такие пудры, которые мне нет необходимости поправлять. Но вот это у меня 20-ка. 01 я купила, потому что на зиму. 10-го цвета нет у нас в магазинах. И вот этот вот 01, он как раз заменяет тот 10-й тон от обычной коллекции пудры. Я сегодня сделаю макияж уже с этой пудрой. В розовой полосочке легкий шиммер. И прям еле-еле заметный. Не знаю, вот она такая с легким перламутровым переливом. Но особого блеска я не заметила. То есть блестеть, значит, мы не будем, как елки новогодние. Все очень замечательно. Я довольна, довольна безумно, что я смогла отхватить эту пудру, потому что была последняя. Очень довольна. Все, как обычно, стандартная. Кисточка, крышечка, чтобы не саливалась пудрочка. Кисточка очень достойная, хорошая. Если с собой в сумочку положить, замечательно. Поправить макияж в течение дня. И очень, очень мне понравилось. Вообще, Лебеш обожаю. Обожаю. Мне куча пудр. Не пользуюсь ни одной, кроме нее. Еще от Шанель у меня мат-люмье, которым я сначала матирую, а потом на лето просто было идеально. И сверху покрываю уже Лебеш. Что еще я ухватила сегодня? Ну вот. Из лимитированной коллекции Лебеш я отхватила тоже Шанель. Лак. Простите. Конечно же, из лимитированной коллекции Шанель я отхватила. Это лак, естественно, Шанель. В оттенке Лаули Беш. Он у меня сейчас на ногтях. Этот пальчик у меня сломанный. Поэтому не обращайте внимания. Очень красивый мюдовый оттенок. Быстро сохнет. У меня в два слоя. Очень красивый. Мне кажется, такой достойный, благородный. Цвет нет необходимости особо стараться, по большому счету. Потому что испортить им маникюр невозможно. Очень красивый. Мне очень нравится. На этой руке у меня другое оттенок. Расскажу о нем чуть-чуть похоже. Посмотрим, как будет себя вести. Сейчас я пока довольна. Мне очень нравится. Очень красивый цвет. Замечательная кисточка. Очень удобное в нанесении. Просто очень хорошая, достойная покупка. Я так думаю. Я считаю. Мне очень понравилось. Я довольна. Так. Это что касаемо Шанель. Следующее, что я еще купила. Ну, если будем говорить о нюдовых оттенках. Я еще прикупила такой лак от Estee Lauder. Тоже в нюдовом оттенке. So Wayne. Наверное, наверное, невидимый. Или какой-то такой дымчатый. Вот тоже в нюдовом оттеночке. Они совершенно... Вернее, они похожи между собой. Вот видите, как они выглядят. Только Шанель. Он больше, наверное, с коричневым таким подтоном. Да, наверное, таким с коричневым подтоном. А этот больше от Estee Lauder. Он больше такой... Ближе к коже, что ли. Наверное, так его можно отхарактеризовать. Я попробовала. Посмотрю, как они будут носиться. И потом вам расскажу поподробнее об этом. Ну, вот я довольна-довольна, что я их купила. Потому что очень мне хотелось что-то такое от Estee Lauder. Слышала много отзывов, что достойные лаки у них нисколько не уступающие, а может быть, даже еще и превосходящие по качеству Диор и Шанель. Но попробуем. Еще я от Estee Lauder прикупила вот такой сливовый оттенок. Называется Черная слива. Очень красивый мне показался этот цвет. Такой осенний, я бы сказала. Очень красивый. Потом поближе покажу в фотографиях. Ну, вы можете, кстати, посмотреть на Инстаграм. Очень красивый. Замечательный цвет. У меня в один слой. Я нанесла только в один слой. Просто по-быстрому накрасила, чтобы и быстренько вам снять, показать. Потому что очень-очень хотелось с вами поделиться своими покупками, которыми я довольна, просто безумно. Быстро сохнет. Прекрасно наносится в один слой. Просто замечательный. Какая великолепная кисть здесь. Я даже не ожидала, что так может быть. Просто супер кисть. Одним движением она покрывает весь накаток. И все. Никаких полосок, ничего не знаем. Вы, может быть, это именно с этим цветом. Но и с бежевым точно так же. Замечательная кисточка. Очень. Мне понравился лак. Наверное, буду еще дальше знакомиться с этой маркой лаков. От Эстилав. Господи, что я говорю. Буду продолжать знакомство с лаками от Эстилав. Одер. И последний я прикупила Диор лак. Тоже в таком коричневатой винном. Я не знаю даже, как его объяснить. Этот цвет. Он такой серо-коричневый, бордовый. Винный. Я не знаю, как даже его объяснить. Очень красивый. Диор. Гипнотик. Оттенок номер 918. Я его пробовала. Ложится в один слой. Я бы сказала так. Полосить слегка. Наверное, и почему-то вот если от Эстилав я нанесла прям все 4 ногтя одной кистью, то есть мне нужно было в пузырек макать снова и снова, то с этим лаком пришлось мне повозиться, и мне нужно было опустить, после второго ногтя опустить кисточку в бутылек, взять продукт, снова нанести, опять опустить, опять взять. И нужно дождаться обязательно, чтобы первый слой просох. Сохнет не так быстро, но в принципе цвет очень красивый, хотя мне больше нравится в один слой, но полоски образуются. Цвет очень красивый, действительно он какой-то гипнотический. Он совсем не слива, а может быть и слива, но какая-то подвядшая. Очень красивый цвет, тоже такой вот маленький пузыречек. Буду пробовать, смотреть, как будет долго ли носиться. Ну, наверное, как и все обычные лаки, но 3, максимум 4 дня. И Диор, здесь написано, что это с бриллиантом и эффектом геля. То есть он будет блестящий гель-лак. То есть вот такой, с длительным ношением, ну не знаю, посмотрим. Вот это все мои покупочки сегодня. Хотела с вами поделиться, просто безумно не терпилась. Не могла ждать, когда будет конец сентября и рассказать вам о своих покупках сентября. Зато смогу рассказать, достойны ли они или нет. Вот. Это все на сегодня. Да. Скажите, пожалуйста, какими лаками любите пользоваться вы? Что вы думаете о люксовых лаках, о бюджет, или как они называются, масс-маркет лаках? Что вы об этом думаете вообще? Стоит, не стоит? Что еще? Что бы вы хотели увидеть? Может быть, вы хотели бы что-то увидеть, узнать? Я могла бы вам рассказать, конечно же, что-нибудь интересненькое. Да. В среду я иду на VIP-вечер от Герлин. У меня пришло приглашение. И я уже спросила у организаторов, могу ли я сделать небольшой влог. Мне разрешили, поэтому ждите выпуск от VIP-вечера Герлин. Всех целую, обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok